26 июля с самого утра тимиртаусцы начали собираться возле стадиона «Металлург» с пакетами полезных отходов. А все потому, что в Тимиртау была организована эко-акция по сбору пластиковых бутылок в рамках республиканской акции «Таза Казахстан». Мероприятие «Пластиксы скала» было проведено при поддержке Акимата города Тимиртау, а также компаний «Кармет», «Тэм», «Крынмилк», «Аян», «Централ Азия Цемент» и Карагандинского индустриального университета. Жители города объединились ради общей цели – очистить природу и сдать пластиковые отходы. Более 10 тысяч молодых людей выразили желание поучаствовать в нашей акции. На мероприятие мы также пригласили спикеров для проведения специального тренинга. Мы намерены продолжать проводить подобные акции, чтобы очистить наш город и повысить экологическую осведомленность среди населения. На экологическом тренинге, о котором сказал заместитель Акима, всем участникам акции наглядно показали, как правильно подготовить PET-бутылки для сдачи на переработку, а также рассказали о влиянии пластика на здоровье человека и окружающую среду. Мы провели мини-тренинг, то есть объяснили, что такое пластик, какая маркировка пластика существует, как ее определить, и в основе лежит именно PET, то есть бутылки. Что обозначает PET? Полиэтилен-тирефталат. Что обозначает единичка? Что это одноразовый пластик. О чем он-то говорит? О том, что его необходимо перерабатывать, и он перерабатывается больше одного раза. А значит, из него можно сделать другие изделия. Допустим, из трех пластиковых бутылок можно сделать одну шариковую ручку. А если собрать больше, а 25 бутылок – это получится целая футболка. Далее участники акции, уже ознакомленные со всеми тонкостями сбора пластика, сдавали его в специально организованные пункты приема, расположенные по всему городу. В течение дня волонтеры центра Шанерак принимали, взвешивали и сортировали собранное сырье. В благодарность участники акции получали счастливые талоны, которые можно было обменять на вкусное мороженое в пунктах выдачи подарков. Чем больше пластика они приносили, тем больше вкусных призов могли получить. Сегодняшняя акция проводится в рамках республиканской акции «Таза Хазахстан». То есть, именно аппарат Акимата города Тимиртау, отдел внутренней политики города Тимиртау и молодежно-существный центр при поддержке спонсоров наших городских предприятий придумали такую акцию «Пластическая скала». Это акция, направленная именно на сбор пластика. И с помощью этого, думаю, мы поможем нашему городу уменьшить количество пластика, которое вредит нашей экологии. Акция показала, что население города стало более грамотно подходить к сбору и сортировке пластика. Значит, проведенная работа не прошла впустую. В мероприятии активно участвовала сознательная молодежь. И благодаря таким людям наш город становится чище, а экология лучше. Сегодня я принимаю участие в акции. Узнал об этом в интернете. Я собрал 21 бутылку и получил 2 мороженых. Эта акция напоминает, что если мы выбрасываем пластик, он начинает разлагаться и выбрасывается в воздух. Мы дышим этим воздухом, и он вредит нашему организму. Мне очень нравятся такие эко-акции в нашем городе, так как мы, во-первых, его озеленяем, чистим, улучшаем экологию, плюс взамен получаем приятный бонус на виде мороженого. Чтобы помочь более городу, быть более активной молодежью, ну и приятным бонусом, конечно, мороженое. Это довольно важно для нашей экологии. Акция «Пластик с искала» прошла впервые и уже показала свою эффективность. Весь собранный пластик, а это 45 тысяч бутылок, был отправлен на переработку. В качестве благодарности участникам акции раздали 4,5 тысячи мороженого. Анастасия Ходорева, Игорь Евстигнеев, Новости Тимиртау.